Так, на чем мы остановились? Вебпак. Вебпак мы установили локально, глобально. И я попытался запустить, но отвалилось все, потому что не было конфига. То есть мне нужно добавить конфиг вебпака. Я забыл, как это делать. Поэтому я пойду на сайт вебпака и посмотрю. Так, что у них тут пишет? Вебпак. Вебпак.js Турин, турин, турин. Get started. У них тут довольно хорошая дока. Ну, и все довольно так разжевывается. Но так как он очень гибкий, получается, что они вам тут вначале рассказывают, настройте, настройте вот так, потом в следующем туториале они вам говорят, удалите все это и настройте по-другому, а потом и это удалите. Ну, потому что там есть много вариантов настроить одно и то же. И ну, это можно сделать по-разному и они это как раз показывают здесь. так, npm init. Да, видите, они тут делают npm init, типа предлагают вам сделать. Ну, соответственно, если у вас уже есть проект и есть пакет json, ну, вам не надо это делать, потому что, ну, это по сути создание пакет json. Потом они предлагают поставить вебпак, собственно, в зависимости, это я уже тоже сделал. Ладно, тогда я его просто вручную создам. Мне что, уже подзабыл. То есть просто создаю файл вебпак config.js. Вот такой. И в этом файле мне нужно это джаваскриптовый файл уже, то есть это не джейсоновский файл, хотя тут будет по сути джейсон, ну, в смысле джаваскрипт объект. Но это джейсонный файл, в который мне нужно положить базовую конфигурацию для вебпака. Ага, вот, они вот так предлагают это сделать. Вот такой файлик. Вот. Вот этот джейсон, он хоть и джейсон, но это серверный джаваскрипт, он будет выполнен нодой. Соответственно, ну и вообще вебпак, он выполняется у вас ну, локально, то есть выполняется он с помощью нод джейса, собирает вам файлы и потом те джаваскрипт, ну, джаваскрипт файлы и так далее, которые у вас получились, они уже отдаются браузеру и там уже выполняются браузеры. Но сборка будет происходить с помощью нод джейса. Соответственно, тут используются некие фишечки из нод джейса по типу вот require функция модуль exports pass resolve. Ну, давайте объясню, что тут вообще происходит. Ну, это, соответственно, объявляется константа, да, pass просто. Она, ну, вызывается функция require и в ней передается просто вот этот аргумент pass в виде строки. Что вот это такое require? Require это возможность использовать пакеты в джаваскрипте. То есть, вы, может, видели вот эти import-export там, vs6. Ну, типа, появилась новая возможность, но она в браузерах еще не реализована, короче, так что ее юзать особо там не получится, но если вы юзаете вебпак, то вы можете юзать вот этот imports-export, imports-export, мы к ним вернемся еще. Это примерно то же самое, то есть, это возможность использовать модули. у меня в ноде есть ну, я установил уже вебпак, да, там, глобально, но там уже есть куча других модулей, вот по типу, как я jQuery ставил, Lodash, Angular и так далее, в ноде тоже есть там свой набор модулей, которые можно использовать. То есть, если я хочу, ну, например, клеить пути, ну, вот локальные, да, там, мне надо, я не знаю, в какой я папке сейчас нахожусь, я хочу вызвать функцию, чтобы она вернула, ну, путь к текущей папке моего проекта, где я нахожусь. Для этого я могу использовать модуль Path. Чтобы его использовать, мне его надо сначала запросить, ну, как бы заимпортировать мой текущий файл. Для этого используется вот эта функция require. Это как бы стандартная функция, ну, в ноде конкретно, ну, и вообще в, как же он называется. Блин, забыл. Ладно. Ну, короче, есть несколько таких систем, которые позволяют вам использовать модули в JavaScript. Не обязательно в ноде, можно, в принципе, и на клиенте их использовать, то есть, они каким-то образом позволяют вам регистрировать ваши модули, и потом, ну, эти модули попадают в некий общий пул модулей, из которых вы можете потом их реклайдить, запрашивать. Мне нужен вот этот модуль. При этом, ну, вот эта вся система, она, ну, ищет этот модуль, если он найден, она его инициализирует, возвращает вам в виде какого-то объекта. Вы потом этот объект уже используете. Если вам не нужен этот модуль, соответственно, вы его не импортите, там, не реклайдите, он не, ну, не втягивается, не инициализируется. То есть, у вас может быть много модулей, но вам не надо их все сразу, типа, подключать, скажем так. То есть, они все там где-то зарегистрированы, в тот момент, когда вам нужно использовать, вы его заимпортили, либо зареклайли, получили, использовали, и там, ну, удалили, например, и все. То есть, в данном случае, ну, вот там, чуваки из вебпака, которые писали вот этот базовый конфиг, они используют этот модуль пасс, то есть, они его реклайдят, сохраняют в перемене, в константу, да, и потом, вот, у этой константы вызывают метод resolve, который там, которому передают вот, dirName, с данными подчерками. Это, кстати, насколько я помню, внутренняя переменная в ноде, сейчас можем попробовать, ну, а, dirName не хочет, ну, которая, типа, содержит текущую, текущую папку. Но это все не обязательно делать, давайте я это уберу, чтобы вас не смущать, мы просто напишем, то есть, что нам вообще нужно тут указать, у нас, видите, есть тут некий такой объектик, в котором есть entry, это наш, ну, типа, как точка входа, они пишут, это src index.js, но у нас это скрипт вот этот, и он находится в папке scripts, поэтому я поменяю, напишу scripts script.js, то есть, это тот базовый файл, который, ну, у вас основным идет, то есть, в данном случае, это у нас вот там, как бы, инициализация игры происходит, все такое, все там, а вот эти все fill, там, player, шашечка, они все вспомогательные, они, ну, им используются уже, вот, поэтому мы включаем его, и потом нам нужно указать output, output, это типа, куда складывать уже собранный, ну, готовый, склеенный файл, джаваскриптовый, вот они предлагают нам bundle.js его назвать, ну, окей, pass они предлагают задать, ну, типа, в папочку dist текущей директории, но это не обязательно, можно просто написать вот так вот, dist, прямо здесь, slash bundle.js, то есть, типа, путь к текущей, ну, то есть, текущая директория, в ней создать папку dist, а в ней создать файл bundle.js, вот этого, в принципе, уже достаточно, давайте, пас уберу, опять же, то есть, это еще более минимальный конфиг, для того, чтобы собрать наш проект, попробуем, вебпак, я пишу вебпак, без каких-либо параметров, вызываю, чик, а, стоп, я в ноде, сейчас, надо закрыть, терминал, вебпак, а, блин, я вам хотел сначала показать, чуть-чуть по-другому, это все, да, да, мы можем вебпак использовать, сразу же передать ему, без вот этой конфигурации, ну, представьте, короче, что ее нет, я просто напишу вебпак, пробел, скрипт, скрипт, слэш, скрипт, скрипт, джес, пробел, и путь, куда мне ее надо сложить, дист, слэш, бандл, джес, опять же, это произвольные названия, не обязательно вам соответствовать, ну, таким названиям, просто принято, там, SRC это исходники, дист это собранный проект, если вы будете так называть, то, ну, другие люди, которые будут использовать ваш проект, они, ну, им легче будет ориентироваться, но это, как бы, не обязательно, вы можете какого-то, бин, бин, это типа как дист, ну, но бин обычно, типа бин от слой, от бинари, типа бинарный, это обычно в, ну, в каких-то там серверных языках, типа джава и там, си шарпа, у них есть тоже папка бин, в которую происходит компиляция, ну, проекта, а у них обычно бин она называется, ну, насчет жавы не уверен, но си шарп там точно бин. То есть здесь, если это какие-то серверные утилиты, у них тоже может быть папка бин, и они туда, может быть, собирают частично там что-то. Но для веб-проектов обычно это дист. Вот, то есть я просто вызываю программку вебпак, которую я уже установил, и передаю ей два аргумента, скрипт слэш скрипт джес, то есть просто текст, да, и еще один текст, дист, ну, строку, дист слэш бандл джес. Чик, вызвал, и вижу, что вот оно, что начало выполнять, и потом обвалилось, и пишет, что модуль not found can resolve дист бандл джес in gggchapimaster может быть, ему не понравилось, что нет такой папочки, я не уверен, но... А, не, вот она есть. А, тю, странно. Не, он все, он создал ее, вот он, вот этот файлик, сейчас давайте глянем, скрипт джес, джес, бандл джес, да, все нормально, то есть бандл джес у меня собрался, давайте только... Я тут, наверное, закомментирую все. Вот так. Все закомментировал, весь файл, и просто создам там переменную. Давайте слет сначала. x равно 5 и консоль log x. Вот, это вся программа, которая у нас есть. Сохраним и выполним заново. Webpack, скрипт, скрипт джес, бандл джес. Ой, только не бандл джес, а дист бандл джес. О, уже лучше. Тут Webpack пишет, как бы, нам такой лог, что он вообще использовал. Ну, вот он нашел скрипт джес, который мы передали. Мульти. Ужал его и вот забросил бандл джес. Ну, в смысле, он его не ужимал, конечно, видите, он больше стал. То есть, был 2,4 килобайта, стал 5,1 килобайт. Почему так произошло? Потому что он добавил свою обвязку по работе с модулями, там, ну, различные полифилы, там, которые позволяют, там, в старых браузерах запускать, все такое. То есть, в итоге мы получили вот такой вот файлик. Он стал больше, чем у нас был, если вы обратите внимание. Тут у меня, как бы, три строки, да, ну, и куча комментариев. Здесь у меня, там, порядка 400, наверное, да, строк. А, cannot find модуль. А, ну, он комментарии не вырезал, видите, они все здесь остались. Но, плюс он добавил вот всякие свои функции, там, модуль экспорт, там, require, и так далее, которые мы потом позже сможем использовать. Ну, а вот наша led x5 в конце углах x. Наше приложение. Он его, видите, тоже завернул в функцию, типа, в самовыполняющуюся, если мы там внизу найдем ее. Вот она. Ну, и типа, потом он ее вызовет. И попробуем теперь, ну, собственно, запустить наше приложение. Я здесь вот эти скрипты закомментирую. Canvas пусть будет. И добавлю скрипт src и наш dist slash bundle.js Вот. То есть, я добавил вместо вот этих всех файликов, добавил пока что ссылочку на один собранный файл. И теперь зайдем на эту страничку, посмотрим, что там. Там все плохо, лес не найден. А, ну да, леса нет. Надо еще лес добавить. Ладно, я создам сразу папку src, чтобы мы не путались потом, где у нас исходники, а где собраны файлы. В папку src я заброшу скрипт. Окей. И в папке src я создам еще styles папку, в которую положу один 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 лес, короче, файл. Лес. Или давайте пусть это пока будет css индекс, назовем его. И в нем у меня будет ну там body background background color вот такой какой-нибудь. Вот. индекс html. Отсюда я удалю ссылку на стиль и на ls. То есть пока что у меня просто чистый html и один скриптик подключен. Так, обновимся. Вот он. Посмотрим код и увидим, что тут какая-то ошибка и вывелась пятерочка, которую я собственно логировал. Так, сейчас этот вот list Ага, да, все. Вот. Но это мне надо каждый раз вот так вот в консоли писать типа тот скрипт, который я хочу собрать, тот скрипт, куда я хочу сложить все. Ну и это только для JavaScript, а потом мне надо будет там стиль еще обрабатывать менда будет такую же строку выполнять для стилей, типа сборка стилей и так далее. Поэтому придумали возможность это все конфигурить и, ну, описать заранее какие-то правила, по которым будет это все собираться. То есть я создал вот этот вебпак конфиг.js и теперь я могу ну, здесь я указал откуда брать из скрипт.js файлика, ну, теперь же это src скрипт. а класть в dist bundle и попробую просто выполнить теперь вебпак без каких-либо параметров он по умолчанию попытается ну, найти этот вебпак конфиг и использовать его. То есть в данном случае он его нашел, все ок, он нашел там script.js, взял его и собрал мне bundle js. Тут как бы ничего не поменялось особо все то же самое. Но да, все dist bundle js вот наша страничка все то же самое пятерочка. Дальше дальше у меня файлов-то несколько, да, то есть как мне подключить сразу несколько вот этих джаваскриптовых файлов. Тут как раз у нас приходят на помощь вот эти импорты и экспорты. То есть вебпак он по умолчанию из коробки поддерживает возможность импортировать и экспортировать модули. То есть мы можем взять наш script.js и мне тут надо создать шашечку, да, например. То есть по типу шашечка что-то там ей передать. Что это не передавали. 10, 10. А, это field. Ну ладно, давайте с field начнем. То есть мне надо создать игровое поле. У меня есть под это дело класс field. Соответственно если я хочу создать объект, я пишу там let field равно new field. Но если я ну как бы давайте пересоберем опять и посмотрим что получилось. Я получаю ошибку field is not defined. Потому что ну вот этот файлик с field вот этот я его никак не подключал ну в индекс html. но мне теперь это делать и не надо я могу его подключить прямо сюда в script.js то есть в тот скрипт который его использует не подключать его глобально ну типа чтобы его все могли использовать а подключать только там где это нужно то есть опять же не засоряя глобальный вот этот скол как это сделать я просто беру и пишу вот здесь вот import field from и указываю путь к файлику .field field js вот ну js я не помню обязательно писать не обязательно вот так как-то но чтобы потом с ним работать дальше давайте я тут просто сделать console log field вот так посмотрим что он вообще заимпортировал сейчас давайте наверное вот так звездочка as field вот так вот так что это такое это something ну это может быть что угодно там те test1 например я как бы хочу заимпортировать нечто из файла field ну field js да ну я пока типа не знаю что там я импортирую все то есть звездочка типа все импортирую мне все as ну типа как test.js то есть создай переменную test.js и положи туда все что в том файле типа такого это вот синтаксис для импортов сейчас с кусом вернемся пока что так давайте посмотрим что получилось сейчас еще раз пересоберем все и запустим и я вижу что здесь объект выявился в этом объекте ничего нет то есть это просто пустой объект если я вернусь ну зайду в field js я увижу что здесь есть класс и ну все тут больше ничего нет то есть это просто один класс ну у которого там какие-то свои свойства методы и все чтобы иметь возможность импортировать мне надо экспортировать сначала то есть с этого файла я нечто экспортирую а с того импортирую то что экспортировал с другого поэтому я пишу здесь в этом файле экспорт экспорт дальше ну экспорт это служебное слово дальше я пишу что экспортировать я могу написать например экспорт ну что угодно в принципе вот не важно ну обычно пишут вверху но в принципе можно где угодно писать экспорт экспорт пустой объект или там, например, вот такой вот объект, name, там, Вася, чем мне нравится, символ name, да нет, не-не-не, это я что-то тут загнал сейчас, экспорт, ему, наверное, надо имя задать просто, да, мы импортируем, типа, ну, какие-либо переменные, константы там, либо классы там, то есть я, видимо, не могу заимпортировать анонимный объект, поэтому я напишу экспорт, там, юзер, например, равно, что, опять мне нравится, что, экспорт юзер, равно, а, экспорт вау юзер, вот так, то есть я должен объявить некую, ну, некую переменную или там, класс, ну, сделать некое объявление, а потом я могу его экспортировать, то есть теперь я могу написать экспорт юзер, вот так, например, а могу написать сразу экспорт вау юзер, так, что ему опять не нравится, экспорт юзер, ладно, давайте проверим, что мне, не пойму, почему, так это же не файл, а так, не, оно что-то не может сэкспортить, я что-то не пойму, сейчас, комментирую пока, экспорт, ну, так может, странно, ладно, давайте так, пробуем туда, вот так он его заэкспортил, то есть я сейчас просто экспорчу переменную, в которой троечка лежит, теперь, ну, с названием юзер, да, я сделал пересборку, теперь посмотрю, что вывелось, я вижу, что вывелся объект, у которого есть свойство юзер и в котором лежит троечка, если я здесь, в этом же файле заэкспорчу еще что-нибудь, экспорт, там, конст, age, вот так, то это тоже попадет, ну, в итоговый, вот этот мой объект, то есть вот у меня теперь age и юзер, юзер 3, age, там, такой-то, то есть объект, в который попадают все экспорты из этого файла, здесь я, как видите, написал import as test1, то есть здесь дальше я могу юзать test1 и в него попадут все, ну, в него попадет все, что я заэкспортил из филда, заэкспортил, вот, но если я хочу экспортить что-то, ну, точнее, импортить что-то одно, то есть мне, например, у меня есть там юзер в этом модуле, ну, это вот как модуль такой идет, то есть тут могут быть какие-то функции еще там, ну, function, вот так, например, они все остаются здесь, они не выходят туда, наверх, то есть вот этот класс филд и вот эта функция ааа, они не, ну, не попадут в тот мой скрипт.js, потому что я импортю там только, ну, импортится только то, что экспортируется здесь, а здесь экспортируется лишь вот эти два, ну, переменные константы. Если я хочу еще и функцию эту экспортировать, соответственно, я пишу экспорт здесь еще, экспорт function ааа, вот так, а она, например, там делает, не знаю, return, вот так, вебпак, все собрал, обновляю и вижу объект, в котором есть вот эта уже функция, age и юзер, если, возможно, потому что он не, ну, не резолвится сразу, то есть там, возможно, пак его как бы оборачивает в какое-то свойство, которое будет вычислено только тогда, когда мы к нему обратимся, но не сразу, ну, типа как ленивая загрузка, типа такого. Ну, а константа, так как она не меняется, то есть там всегда одно и то же значение, поэтому оно сразу известно. То есть вот мы заэкспортили еще и функцию. Но если я хочу экспортить лишь что-то одно, а не все, то есть мне нужен только юзер, например, то я могу написать вот так вот, импорт не звездочка, а импорт конкретно то, что мне нужно. То есть мне нужно аааа, ну, не ааа, это там юзер. То есть заимпортируй мне юзера из филда и все. И вот выведи его в консоль. А что происходит в таком случае? Так, не понял, где он потерялся. А, да, юзер это троечка. Не забыл. Field let user 3. Ну, или можем вот так сделать. user name, ну, типа, как объект, да. То есть я заэкспортил юзера, заэкспортил age и заэкспортил функцию аааа. Но заимпортил я только юзера. Поэтому, ну, здесь, соответственно, у меня только юзер. И, ну, импортчу я только его. Почему здесь вот эти усы? Потому что это деструктуризация. То есть то, что мы с вами говорили, когда можно в функцию вкинуть объект, а внутри нее сразу же его разобрать на составляющие в виде аргументов. То есть, ну, давайте... mullı. Доброе утро.